здравствуйте дорогие любители массовых репрессий сегодня хотелось бы обсудить ситуацию которая до глубины души потрясла и возмутила нашу патриотическую вернее псевдо патриотическую общественность и является главной темой для обсуждения в некоторых блогах там в некоторых комментариях в ю тубе и так далее эта ситуация с настей рыбкой которая вызвала глубокое возмущение патриотов они негодуют как же это так какой-то проститутки хватило наглости для того чтобы к самому президенту обращаться требовать с ним встречи буквально требовать что-то там обещать и даже делать какие-то намеки на интимные с ним отношения и они по этому поводу в жутком негодование и возмущение пребывают но я хочу этим товарищем напомнить о том кто вообще довел российскую политику до такого состояния вот если вы уважаемые патриоты найдете на торрентах или в ю тубе сейчас масса всего выложена какие-нибудь политические передачи дискуссионного плана ток-шоу на политические темы образца какого-нибудь 2000 года или 99 когда у нас проклятый ельцин до правил то вы очень сильно удивитесь насколько культурно насколько уважительно насколько интеллигентно люди в этих ток-шоу вели друг с другом беседы эпизод с плесканием соком жириновского в немцова был всего один вызвал волну возмущений более того в каком-нибудь если не ошибаюсь 2003 году когда жириновский снял свое нашумевшее видео не надо шутить с войной в ираке когда он сидел пьяный в обнимку с двумя молодыми людьми по нынешним временам я знаю что молодые люди они просто спрашивают а чё такого-то жирик молодец а в 2003 году это был жуткий скандал и жириновского даже пытались лишить депутатского звания заседалась заседала комиссия думской поэтики вот об этом много писали говорили что это совершенно недопустимо для человека сейчас у нас пресс-секретарь президента такие штуки мочит в прямом эфире лавров у нас выражается до дебилы и дальше слова которое я не буду говорить и так далее то сейчас это просто норма поведения а тогда еще когда наследие лихих 90-х не было преодолено это вызывало шокирующее состояние а посмотрите на выборы ведь мы же помним что вот все выборы последнего года они конечно были не имели прямого отношения к выборам как таковым то есть это не было что-то электоральное от чего что-то зависело да но тем не менее но с 96 года скажем так но тем не менее и 2000 год и 2004 и 8 и 12 это были неплохо срежиссированные спектакли по крайней мере по сравнению с этими выборами там даже была какая-то эстетика внутренняя драматургия не побоюсь этого слова а сейчас что сейчас это абсолютно тупой фарс в стиле того же самого дома 2 из которого один из кандидатов родом ведь вы обратите внимание что кто в этих выборах принимает участие выборы путина да сам путин экс доверенное лицо путина которого буквально там за неделю назначили кандидатом от кпрф и патриотической в кавычках оппозиции крестница путина ксюша вот придворный клоун путина владимир вольфович уже упомянутый который все 18 путинских лет поддерживал все инициативы путина и все ну и микроорганизмы типа титова каковы микроорганизмы между прочим тоже без разрешения администрации президента на этих выборах бы никогда не оказались то есть спектакль абсолютно тупейший и так сказать прямолинейный а давайте возьмем по что путин превратил телевидение он его принял с академиком капицей оставил с малаховым то есть если мы посмотрим передачи там опять же конца 90 к все было плохо вот были сериалы правда бразильские а не российские российские уже по моему тупее чем тогдашние бразильские но тем не менее определенная небольшая такая немаленькая часть эфирного времени она под вполне серьезные передачи отводилась который даже вполне можно было смотреть вот сейчас иногда попадаются какие-нибудь старые записи того же самого капица который там беседовал там с академиками на какие-то научные темы кино наконец снималась вот вспомните да что в начале путинского времени там были фильмы там балабанова при всей неоднозначности это все-таки искусство безусловно вот сейчас что у нас на матильда до движения вверх на бондарчук с михалковым то есть полная борделизация наше общество происходит абсолютное и стопроцентное и если уж мы вспоминаем о борделях да то ведь не стоит забывать что все эти годы путинского консерватизма борьбы с наследием лихих 90-х у нас проституция конечно она по закону запрещена но де-факто она легализована вот и так сказать реклама просто можно сказать навязчивая да навязчивый сервис оказывается но и как мы видим что наверное единственное в современном российском обществе демократично так это то что проститутки примерно одного класса как у дерипаски с этим самым с приходько так и у обычных людей почему-то вот им нужны животные из бобруйска они значит какие-то там утонченные гейши как наверное следовало бы ожидать так вот подводя итог совершенно не следует нашим патриотам жаловаться на то что настя рыбка такие то сказать претензии предъявляет и смеет своим как они говорят поганым языком что-то тут упоминать в суе имя нашего санцеликова президента наш президент он абсолютно достоин насти рыбки это порождение его системы это итог его правления и в конце концов если вы владимир владимирович любите лошадку ксюшу любите и настю рыбку тем более что они абсолютно ничем друг от друга не отличаются и обе точно хуже чем покойный лабрадор кони у меня на сегодня все архипелаг как говорится гулаг